Привет всем! Честное слово в мои планы входило поговорить о фильме Выше Радуги. К сожалению, повод появился раньше, чем я рассчитывал. Я не был большим погонником творчества Дмитрия Марьянова, но должен признать знаковое положение этого фильма в советской мифологии в широком смысле. Это одна из звезд, сравнимая с «Гости из будущего», «Москва-Кассиопея», «Приключения электроника», «Старика-Хатабыча» и других подобных. Так что, приурочивая этот каст к смерти Дмитрия Марьянова, я, тем не менее, хочу поговорить про сам фильм. И начать придется с не самых приятных вещей. Фильм относится к таким советским произведениям, которые были гениальны по своей задумке и чудовищны в своем уровне исполнения. В чудовищно низком уровне исполнения. Это относится к многим произведениям советского периода. Если фильм «Высшие радуги» показывать современному поколению, моему сыну, например, а я хочу ему, естественно, показать, мне придется много чего комментировать и за многое извиняться. Мне придется извиняться за пение Преснякова, Кругачевой. Просто проклятие, которое после этого фильма настигло всю страну и до сих пор продолжает, наверное, висеть. Мне придется извиняться за чудовищный советский балет, кинобалет, как они это называют, которым исполганен не один советский фильм. Например, Мэри Поппинс. До свидания. Придется извиняться за все эти недодекорации, недокостюмы, за плоские разговоры, вечные улыбки души и к месту, и не к месту. В общем, чтобы вычленить что-то ценное из этого фильма, его нужно серьезно просеивать через культурные фильтры. Возможно, я только-только начинаю понимать, о чем, собственно, фильм. Хотя он произвел на меня впечатление в то время, когда вышел. Более того, возможно, именно он и заранил то семя, которое спустя 30 лет выросло, и теперь я человек, который почти ежедневно общается с экологическими созданиями. О чем, собственно, фильм, если его анализировать всерьез? Я не уверен, что даже сам режиссер или автор книги знали, о чем он. Такое бывает в кинематографе и в литературе. Это фильм об исключении. Главный герой – исключительный молодой человек, который пытается где-то сознательно, где-то полусознательно войти в контакт со своей анимой. Проходит такой возрастной период перехода от ребенка к юноше. При этом довольно точно документально изображена советская школа, типичная. Советская школа – это тотальное женское царство. И можно было бы подумать, что в тотальном женском царстве довольно легко найти путь к аниме и раскрыть ее в себе, найти с ней контакт. Наоборот, поскольку все женские персонажи в школе – это, в общем, протезы-диметры, такие очень плоские, очень примитивные, но диметры, то есть материнские фигуры, они выполняют цементирующую функцию, они мешают развиваться во всех смыслах. Человек типа Алика, который входит в контакт с женской сущностью высокого порядка, он идет против течения, идет наперекор ему. Откуда у него энергия для того, чтобы сделать этот рвок, из фильма не очень понятно. Какой-то не слишком выразительный папа, не слишком выразительная мама, хотя оба имеют отношение к творчеству. И вообще логичнее было бы, чтобы он вошел в контакт с какой-то музой для начала, какой-то из муз. По странной причине, для первого знакомства он выбирает сирену. Сирена вообще не есть божество, правда, как и муза, в общем, тоже. Трудно сказать, какую часть его души она символизирует. Если учесть то, чем сирены занимались, то, возможно, он хочет пробудить в себе гениального соблазнителя, которому достаточно сказать пару слов, и женщина пойдет на рифы к своей погибели, в кавычках. Однако даже такое существо, не очень высокого порядка, позволяет ему контактировать с такими тонкими слоями своей птики, обращаться с которыми в школе не учат. Такие вещи человек может расстроить только сам. Вообще, если подумать, сама идея, зачем сирена подарила ему именно талант к прыжкам? Почему она хотела продвинуть его именно в спорте? Потому что надеялась, что он в скором времени нарушит свое обещание по поводу вранья, так или иначе. Потому что это почти невозможно было сдержать долго такое обещание. Просто жизнь у нас так устроена. И он оказался бы без своего дара в ответственный момент, что, в общем, роднит сюжет со сказкой «Черная курица». Но учитывая, что сирена в данном случае прямым текстом заявляет, что она часть его самого, и весь мир, который он там визуализировал, тоже часть его самого. Получается, он учинил это сам над собой? С какой-то не очень понятной целью. Возможно, это было действительно желание протолкнуть себя в мире физической культуры и спорта, подняться в этой области. Возможно, это было желание негативного внимания, самонаказания за что-то, о чем нам в фильме не показывают. Вообще, я не помню в фильме «Алика грустным» никогда. Впечатление, что он всегда смеется и всегда весел. И это опять относится к тому, почему фильм, в общем, снят очень плоско и хреново. Персонаж получился довольно одномерным. Очень тонкий момент, когда Сирена судит его по намерениям. Понятно, что он соврал, понятно, что тут оправдаться невозможно, но когда она ловит и на том, почему он соврал, и он вынужден признать, что так и есть, это глубокий момент в фильме. Соврал он сам, Сирена это тоже он сам. Так что, фактически, мы наблюдаем сцену с самоанализом, причем довольно глубоким самоанализом. Буквально, речь идет про внутренний суд в стиле Стены и Пинк Флойда. Он буквально предал сам себя, предал свою аниму и анимусы тоже, для того, чтобы заработать бонусы в глазах вполне обычной земной девушки. Разве это не изображается символически? То, через что проходят почти все мужчины. Предательство своей души ради реальной земной девушки. И это предательство, которое очень жестоко наказывается. Нам опять же об этом не рассказывают, ни в школе, ни после. До этого некоторые доходят своим умом, а особо удачливым, возможно, рассказывает ментор, какой-то продвинутый человек. И хоть Алик является в некотором роде уроком всем нактау о том, что нельзя предавать себя ради женщины, Из фильма не ясно, как он поступает дальше, какой будет его модус операндии. Возможно, он вырастет в обычного советского мужчину, который будет прятаться сам от себя в бутылке. И опять тонкий момент. Учительница хвалит его за это. Нам прямым текстом говорят, что учительница не способствует его контакту с самим собой. Она действует в противоположном направлении. Она обычная советская училка. Тонкий контакт с самим собой не входит в задачу. Наоборот, в задачу входит прямо в противоположное. Ни в коем случае не дать достичь этого контакта. Ну, по возможности. Она подкармливает его внешний локус. Он заточен на внешний эффект в данном эпизоде. И она подкрепляет эту заточку. Да, я выступаю внешней точкой и я одобряю. И это должно тебя подкормить внутри. Ты должен быть доволен этим. Растешь в моих глазах. Становишься стандартным советским мужиком. Ну и странный мужской персонаж, который в свою очередь надо понимать, как какая-то из развивающихся частей анимуса. То есть часть, которой не обладает отец, тем не менее, которая хочет и требует проявиться. Трудно сказать, какое дренебреческое создание символизирует плачок здесь. Но это тоже не божество. Какое-то существо низшего порядка. Что же с животными, с природой. Возможно, имеющий какое-то отношение к пану. Возможно, главный его месседж, он появляется из чурбана буквально. Чурбан – это довольно распространенное обзывательство на территории СССР, бывшего СССР. И обычно означает как раз мужчину, который не умеет чувствовать в широком смысле. А тут персонаж показывает, что на самом деле у чурбана есть душа. Он живой. И он даже обладает сверхъестественными способностями. Возможно, его глобальная роль именно показать, что чурбан на самом деле не просто чурбан. Трудно сказать, как должны складываться отношения Алика с Сиреной дальше. И будут ли они вообще складываться как-то. По идее, если его развитие не остановилось после такого не самого приятного эпизода, то должны появиться и другие персонажи. Кто-то более высокого порядка, чем Сирена. Кто-то из главной шестерки. А по-хорошему, все представители главной шестерки. В общем, подводя черту, знаковый советский фильм, во многом психоаналитический, во многом глубокий, задуманный почти гениально и сделанный левой ногой, к сожалению. К Дмитрию претензий нет. Он сделал все, что мог. Сделал хорошо в рамках тех возможностей, которые ему были даны. И Алик останется с нами навсегда. По крайней мере, со мной. Это сильный якорь. Скорее всего, он исчезнет для тех, кто родился после Советского Союза. Но для тех, кто смотрел его в СССР, это будет якорем на всю жизнь. Со всеми его позитивными и негативными сторонами. А Дима, конечно, ушел слишком рано. Так это часто бывает в нашей стране. Между прочим, за внезапные смерти мужчин и женщин отвечают Аполлон и Артемида. Желаю всем удачи и найти контакт со своей анимой вовремя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...